Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 14 октября. Житие преподобной Пороскевы. Святая Пороскева. Веское имя Пороскевы Петка было. Родилась в Сербии, вблизи города Каляк-Кратиа, в селении Иппиват. Родители ее были благочестивые люди. Они неуклонно исполняли все заповеди Божии и славились всюду своими благотворениями и милостынями. Кроме дочери Пороскевы был у них сын. Его отдали они в училище, а дочь воспитывалась в доме своих благочестивых родителей. Брат Пороскевы, когда достаточно научен был в Священном Писании, в согласии родителей, принял пострижение под именем Ефимия. Ефимий впоследствии был епископом в Мадите, где прославился добродетельной жизнью и при жизни и по смерти сотворил много преславных чудес. По смерти своих родителей Пороскева стала проводить жизнь полной скорбей и лишений. Подражая усердно жизни святых, она умерщвляла постом и бдением свое тело и порабощала его духу. Воспламеняясь божественным желанием жить для Господа, Пороскева не пожелала долго жить в многомятежном мире всем. Но, покинув все мирское, скрылась от мира и, достигнув пустыни Иорданская, стала проводить здесь равноангельскую жизнь. Подражая боговицу пророку Ильи, Иоанну Крестителю, она питалась только пустынными злаками, употребляя их притом лишь в малом количестве, и то по закате солнца. Постепенно истаивая, то от жара, то от холода, она обращала свои взоры только к единому Богу, могущему спасти смиренных сердцем от малодушия и бури. Кто в состоянии поведать о том, сколько слез пролила преподобная? Кто расскажет о частых и неумолкаемых стинаниях ее? Кто подробно передаст об ее коленопреклонениях непрестанных и различных подвигах телесных? Одинствевидящий Бог взирал на подвиги преподобной. У нее не было там забот о мирской суете. Она заботилась только лишь об освещении души, об ответе на будущем суде и встрече с небесным женихом. «Тебе, жених мой, гряду, ищу», — говорила преподобная Пороскева, и постоянно держала в уме изречение книги, песни, песней. «Возвести мне, которого возлюбила душа моя». Она о том больше всего заботилась, как бы украсить свой светильник и вместе с мудрыми девами выйти навстречу небесному жениху, услышать сладкий его глаз и насладиться лицезрением красоты его. «Когда приду и явлюсь перед лицем Божием», — непрестанно говорила святая. Когда таким образом преподобная Пороскева пребывала в пустыне, лукавый враг позавидовал ее добродетелям и пытался мечтаниями и призраками устрашить ее. Многократно превращаясь в различных зверей, он устремлялся на святую, дабы создать для нее препятствия на пути подвигов. Но добрая Христова невеста Пороскева вышнем положила прибежище свое и при его помощи знамением Святого Креста его отгоняла врагов и разрывала как бы паутину все козни дьявола и совершенно не зложила его. Святая при своей женской природе имела поистине мужской разум «И победила дьявола, как Давид Голиафа». Украсив свою душу такими подвигами и добродетелями, Пороскева сделалась возлюбленной невестой Христовой, так что на ней исполнилось пророческое слово «Вожелай, царь, доброты твоей я». Итак, этот царь вселился в нее со Отцом и Святым Духом и пребывал в ней, как и в святой своей церкви, ибо святая Пороскева, сохранив свою душу от греха и осквернения, садилась в церковью живого Бога. Однажды ночью Пороскева после долговременного уже пребывания в пустыне по обыкновению своему, с умилением простирая руки к небу, стояла на молитве. Внезапно в образе пресветлого юноши она увидела ангела Божий, который, подойдя к ней, сказал «Оставь в пустыне и возвратись в свое Отечество, ибо там подобает тебе оставить тело на земле, а душою перейти к Господу». Преподобная, проникнув в смысл видения, уразумела, что в нем сказывается Божие повеление. Она радовалась тому, что близко время разрешения ее от тела, но ей жаль было расставаться с пустынным уединением, ибо ничто так не ощущает души и не приближает ее к первообразу, как в пустыне и безмолвии. Однако, повинуясь воле небесной, преподобная оставила пустыню и отправилась в Отечество. Прибыв в царствующий град Константинополь, она вошла там в прекрасный храм премудрости Божией, равно так же побывала и во Влахернской церкви, и, поклонившись предзачатворной иконой Богоматери, пошла на свою родину в Епиват, где прожила некоторое время, не изменяя своего обычного пустынного подвига, поста и молитв. Когда же наступило время ее отшествия к Богу, Пороскева помолилась усердно самой себе и обо всем мире, и во время молитвы предала Богу свою блаженную душу. Тело ее было погребено верующими по христианскому обычаю, но не на общем кладбище, так как тело странницы, никому не сказавшее себе, откуда она. Это было в первой половине одиннадцатого столетия. Бог, восхотевший прославить свою угодницу по прошествии многих лет, открыл мощи ее при следующих обстоятельствах. Близ того места, где была погребена преподобная, в подвигах безмолвия на столпе подвязался некий столбник. Случилось, что туда же было выброшено волнами тело какого-то корабельщика, заболевшего во время плавания тяжкой болезнью и скончавшегося. А трупа этого начала исходить удушливый смрад, так что по той дороге невозможно было и проходить. Смрада этого не мог терпеть даже и столбник, подвязавшийся около того места, и он принужден был сойти со столпа. Посему он приказал выкопать глубокую яму и закопать в ней смердящий труп. Когда рабочие копали яму, то по божественному усмотрению они обрели лежащее в земле нетленное тело и сильно удивились этому. Но так как рабочие были люди неопытные и несведущие, то наслужившиеся не обратили никакого внимания как на малозначительное и ничтожное дело. Они рассуждали так между собою. Если бы это тело было святое, то Бог открыл бы его посредством каких-либо чудес. С этими мыслями они вновь засыпали нетленное тело землей, бросив туда же и смрадный труп, а затем ушли домой. С отступлением ночи один из них, некто Георгий, человек благочестивый, молился Богу в своем доме. Заснув под утро, он увидал во сне некую царицу, сидящую на пресветлом престоле, а кругом в нее стоят великое множество светлых воинов. Объятый страхом и будучи не силой взирать на это царское величие и славу, Георгий упал на землю. Тогда один из светлых воинов, взяв Георгия за руку, поднял его и сказал, Георгий, зачем вы так презрели тело преподобной Пороскевы и вместе с ним похоронили смердящий труп? Немедленно возьмите тело преподобной, положите его в достойном месте, ибо восхотел Бог прославить на земле рабу свою. Также и та светлая цариса сказала ему, поспеши вынуть мои мощи и положить их в достойном месте, потому что я не могу больше терпеть смрада от того трупа, ибо я человек, и родина моя епиват, где ныне и вы живете. Той же ночью было такое же видение и одной благочестивой женщине по имени Ефимия. Поутру они оба рассказали всем о том, что видели. Услыхав это, благочестивый народ отправился с вожженными свечами к мощам преподобной Пороскевы и с благоговением вынув их из земли, радовался как бы о некоем многоценном сокровище. Святые мощи с торжеством положены были в церкви святых и всехвальных апостолов Петра и Павла в селении Епиват, где по молитвам святой Пороскея в от ее мощей подавались многие исцеления болящим, слепые прозирали, хромые начинали ходить, и все недужные и бесноватые получали здравие. В 1238 году, во время владычества хрестоносцев, католиков в Царьграде, благочестивый Иоанн Осень, король болгарский и сербский, получил известие о месте, где почивают святые мощи преподобной Пороскевы. Тогда он поручил блаженному Марку, бывшему тогда митрополитом Переяславля Болгарского, со многими епископами и священниками перенести те честные мощи в престольный город болгарской земли Тернов. Там святые мощи были с почетом положены в придворной церкви, где нетленно почивая, истощали различные исцеления всем с верою к ним притекающим. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова